Всем привет дорогие друзья, с вами First One и сегодня мы будем играть в игру под названием Корова против пришельцев Ну собственно говоря, все уже знают, уже не первый выпуск, хотя может быть кто-то наткнулся на это видео впервые И еще на нас тут Митлан наткнулся, напал на нашу базу, надо ему сейчас отомстить Ну надо, так сказать, отбиться, чтобы вернуть те средства, которые были награблены Вообще, друзья, да, вот я говорю корову против пришельцев, а вообще сегодня хотелось бы сказать, так знаете, пафосно, как так, по иностранному Cows vs aliens, да, вот так еще можно эту игру назвать Что ж, у нас тут в самом начале бегут в основном бегуны, причем сразу невидимые, очень хорошо, что мы сразу клей поставили Так что тут проблем быть не должно Так, ну все, дальше похоже просто Знаете, иногда вот эти бои против игроков, которые нападают на вас, выдаются довольно сложно И даже иногда проигрываю, иногда, знаете, начинаешь, а там сразу идут какие-нибудь здоровяки, толстые, непробиваемые Ну и ты вроде там что-то справляешься, но их дальше больше и становится безумно тяжко Но здесь вроде все нормально, здесь вроде все легко, уже ставим второй молокомет Первый прокачан на максимум, думаю, должны отбиваться тут на раз-два, даже ускорять волны можно Так, отлично Колючая проволока замедляет нас, врагов, тут правда собирается небольшая куча, еще несколько толстяков Но они не настолько толсты, как... как бы не так толсты, чтобы их бояться Должны сейчас всех раскидать, улучшаем молокомет, ну и все Это последняя волна, последний толстяк, сейчас мы его быстро оприходуем Отлично, друзья, получаем нашу награду, ну точнее не награду, просто забираем свое, да Империя забирает свое У нас, у нас маленько не хватает эликсира, чтобы поставить на улучшение ковбоев И сундуков тоже нету, да, чтобы достать Ну ладно, тогда отправимся дальше, проходить водный мир У нас еще пять миссий впереди Ну и уровень одиннадцатый, начинаем Так, друзья, ну ладно, давайте посмотрим наш заставочный ролик Итак, я говорил тебе, что скоро приезжает моя... кто там? К... Каравьетта? Любовь всей моей жизни, да Я просто обязан ей прочитать свой лучший сонет Где-то тут были мои записи Глеет парус, такой одинокий Так-так-так, знакомая песня Какой парус? Верни сонет Ага, иди искупнись Так, ну ребята, похоже у нас тут будут плавающие, да, водоплавающие пришельцы Ну, недаром он водный мир Ну что ж, посмотрим Останови пришельцев Тра-та-та, в общем-то все понятно Единственное, что, наверное, меня смущает, друзья, это что теперь пришельцы по воде плавают Хоть это и водный мир, но мы еще пока водоплавающих не встречали Так, ну ладно, пока что они идут с двух направлений У нас молокомет по центру сразу задевает обе ветки Ну и, наверное, это лучшее, оптимальное решение Если так дальше дела пойдут, то мы, наверное, даже сможем его прокачать, не строя других пушек Ну не знаю, сейчас посмотрим Давайте, одну сторону маленько вантусами бьем, а другую бьет наш молокомет Так, отлично, уже 62 молока Скоро будет 80, можем ускорить волну Так, ну тут уже большая толпа скапливается И мы, наконец-то, прокачали наш молокомет Теперь он должен быстро отстреливать Блин, быстро-то да не очень Все-таки у нас враги успевают пробиваться Так, ребята, ставим два клея Пускай они остановят наших врагов Блин, у нас бегун убегает Да Один прорвался Так, ну вот на правом фланге у нас теперь есть более-менее сильная подкова Которая нам помогает справиться с врагами Ставим еще одну на левом Теперь у нас все должно быть более-менее гладко Сейчас еще эту подкову за 41 штуку молока прокачаем И вообще все хорошо будет Ну неприятно, конечно, что мы так нелепо потеряли все-таки одну жизнь Ну да ладно Так, отлично За 60 вотчисим качаем нашу подкову Так, нам тут что-то целую кучу вантусов раскидали Давайте их быстренько сольем на кого-нибудь Ну и что-то я про водоплавающих, наверное, зря сказал Они только в мультике были А так-то по реке никто не плывет Так, отлично, друзья Сейчас прокачаем еще один подкова мед Все, 70-80 молока есть Два подкова меда у нас есть мощных Ну теперь я не знаю, куда там наклеили Надо уже, наверное, там наверху стоять пушку Которая будет встречать всех врагов Да, у нас здесь будет Или вот здесь Да, здесь еще один молокомет А то здесь что-то враги уже близко подходят Да, и вот у нас все-таки, похоже, сейчас начнется волна Где поплывут по морю враги Но мы ускорять сейчас волну не будем Потому что у нас и так тут все тяжко У нас тут целая куча пришельцев И если к этому всему еще добавится новый То будет тяжело Вот теперь можно Так, я водяной, я водяной Смотрите, они еще и под мостом плавают И, наверное, когда они под мостом По ним бить никто не может Так, ну слава богу, наша оборона справляется и с теми, кто на воде И с теми, кто под водой Надо, наверное, вот этот левую верхнюю Молокомет прокачать Чтобы он, если там кто-то все-таки уплывать будет Чтобы он его останавливал Так, отлично, 40 молока Качаем еще раз Еще 80 надо И все будет вообще хорошо У нас тут толстяки Держите, ребята Шипучую дорогу Интересно, а шипы можно на воду поставить или нет? Ну, по идее, это звучит глупо Но, возможно, это вполне реально Так, давайте еще чуть-чуть Отлично, качаем еще один молокомет Теперь у нас все должно быть в лучшем виде Так, ну и одну, наверное, пушку здесь Я думаю, поставлю подкову Потому что у меня тут часто толстяки идут Всякие бронированные враги Пускай нам помогает Блин, ну у нас тут по воде Не, вроде все нормально Не, справляемся С трудом, но справляемся Но это еще не последняя волна Да, это еще только седьмая Будет еще и восьмая Там, может быть, будет посложнее Но в целом у нас все хорошо Все, качаем подковы Теперь у нас должен левый фланг Довольно быстро отсеиваться И как бы одни пушки будут Меньше тратить свои войска на левый фланг И поэтому больше отрабатывать по правому У нас, кстати, в последней волне, как ни странно Водных водоплавающих нету Зато вот по левому флангу Много летающих летит Именно поэтому я клей превратил в вентилятор Так, еще качаем клей И вообще все хорошо На левой стороне у нас в основном летают А на правой стороне идут по земле Именно поэтому мы здесь поставили колючую проволоку Добиваем последнего врага Забираем нашу награду Возвращаемся на базу И мы получили один рок-сундук И в нем подкова Но подковы нам совсем не нужны Могли бы мы спокойно и без них обойтись Поэтому продолжаем дальше наш ивент А чтобы его продолжить Нам надо попросить у друзей Попросить у друзей фрагменты санета Ну ладно, этим я займусь за кадром, наверное Вот, отлично, друзья У нас фрагменты все теперь на руках И мы готовы для следующего сражения Вообще, наверное, самое интересное Что этот фрагмент нужен был, по-моему, только один А я их там, ну, штук двухсот друзей попросил И сейчас получится, наверное, такая ситуация Что, ну, мне эти фрагменты уже не нужны А я их получу сверх меры И, ну, конечно, их некуда девать И никому они ни зачем не нужны Так, ну ладно, мы не позволим над собой насмехаться Отомсти обидчикам Надо заставить этих наглых насмешников замолчать Да, и тут у нас есть новый вид пушек Дротик Правда, мне он недоступен Ну, не знаю Сейчас после миссии посмотрим Видать, где-то я могу новую пушку построить Да, которая будет уже располагаться на воде И бить, ну, я не знаю, наверное Преимущественно водных целей Так, вообще, конечно, вдалеке я ставлю молокометы Не знаю, может это не лучшая идея Ну, просто я не знаю, что там вблизи ставить Может быть, клей надо ставить Может быть, надо ставить что-то пробивное Попозже что-нибудь придумаем А пока, пока так Ну, и давайте для симметрии Здесь две подковы, два молокомета И здесь две подковы Тоже два молокомета Разве что, возможно, молокометы Следовало все-таки по углам ставить Чтобы они больше водные цели били Так, ну, наверное, я не знаю Клей поставим Но, может быть, это не лучшая идея Но если будут бежать всякие невидимки То... То они себя оправдают У нас есть бомба, но даже ее засандалить некуда С толком Нету такого нормального скобления врагов Но вот разве что три штучки пришибли Так, ну, пока... Пока все просто Но в целом мне вот на этой карте Как-то не нравится расположение пушек Клей в начале, да И очень далеко от клея Остальные враги по правой ветке Клей вообще не бьет То есть, если там какие-то бегуны будут Они будут пробегать сразу Ну, ничего хорошего Можно только надеяться, что мы Сможем прокачаться до довольно большой Внушительной ударной силы И вести такой мощный огонь на подавление Так, ну, пока все... Пока все нормально Пока справляемся Так, еще... Еще чуть-чуть И мы сможем еще и ковбоя прокачать Отлично Ну и вот у нас уже появляются водоплавающие Они будут течь, похоже, слева направо Это значит нам вот ту левую нижнюю подкову Надо бы прокачать Так, давайте ему Вантусом О, посмотрите, ребята Этот парень, он был под мостом И поэтому Вантус Ну, Вантус ударился в мост И никакого урона ему не нанес То есть надо их еще и ловить Чтобы они были под открытым небом Если мы хотим им наглого что-то сбросить Так, смотрите, что у нас Первый водоплавающий убегает, да? Блин, а если бы мы тогда попали Вантусом Он бы от нас не ушел Ну, вот знаете, как на прошлой игре Так и здесь мы теряем одну жизнь Но здесь мы их, возможно, куда больше потеряем Здесь все-таки эти водоплавающие Тут целых три моста Они очень часто вне Вне зоны поражения наших орудий Вот еще один убегает Не, ну можно, конечно, по нему Вантусом зарядить Но он его не убьет Вот этого добьем сейчас Вантусом Но все равно, блин Чуть-чуть у него здоровье оставалось Хорошо, что подковый мед его уничтожил Но знаете, тут уже тяжело с этими водоплавающими Так, отлично Прокачали наш подковомед Он, наверное, сейчас нам будет и с водоплавающими И с другой шушерой помогать разбираться Может быть, стоило все-таки левый прокачать в первую очередь Хотя вот и правый тут неплохо подлавливает врагов Но вот, блин, водоплавающий уплывает под мост Не знаю Могли бы сейчас бомбу потратить там на какое-нибудь скопление Вон там много пришельцев Блин, а я потратил на него И причем зазря Его все-таки подковомед уничтожил Так бы мог вот в этот алпу толстяков и бегунов закинуть Блин, и вот как раз этот бегун Он сейчас у нас опять входит в невидимость Ну, это показывает, знаете Показывает, насколько плохо Когда у вас клей далеко от остальных пушек То есть мы его замедлили Мы его сделали видимым Но бить его было некому Пушки все были заняты какими-то другими целями И он в итоге опять стал невидимым и убежал Если бы мы еще его той миной ударили Было бы хорошо А так мы и мину зря потратили И на него пришлось потратить шипы Но, в общем, все пошло в никуда Возможно, здесь вообще стоило вместо клея Стоять тоже какие-нибудь Ну, какие-нибудь Бьющие сооружения И наплевать уже на всяких невидимых бегунов Уже на них тратить только вантусы Их не так уж много в этой миссии Так, у нас один за другим уплывают ребята Так, вот этого мы добиваем Так, ну, ребят, тяжко, конечно Но это последняя волна, восьмая Должны уже добиваем последних водоплавающих Остаются только толстяки Так, вот на этого надо кинуть вантус А то вдруг уйдет У нас уже шесть жизней осталось Тут мы куда больше потеряли здоровье Чем в прошлом уровне Блин, и вот тебя остановим вантусом, да? Да, отлично Последний толстяк Уровень все-таки пройден Но не с самым лучшим результатом Половину жизни мы все-таки потеряли Но, тем не менее, это победа А победителей, как известно, не сует Возвращаемся домой Так Что тут у нас? А, да, я говорил, что хочу посмотреть Есть ли у нас здание, которое бьет по воде Где-то же оно должно быть Надо его только найти В армии тоже нету А где тогда? Так, точно нету подрывник, арбалет Но это все за голоса, это нам все неинтересно Повар, так, может, я не знаю Может быть здесь в последней закладке Да, вот он, андротик Стоит всего лишь 10 тысяч Эликсира и А, и строить его вот здесь на воде Ну ладно 17 часов он будет строиться То есть в ближайшее время мы его не сможем опробовать Так, и у нас наконец-то есть эликсир на прокачку ковбоя Так, собираем все, что тут есть в шахтах Маленько тут накопилось Мы еще можем за эликсир изучить улучшение снежка Я его тут помаленьку качаю Он нам когда-нибудь пригодится У нас, я думаю, теперь будет в ближайшее время так и чередоваться То зимний этот мир, то водный мир, то еще, наверное, какой-нибудь мир придумают И для каждого надо будет строить пушки, разъевать Так, ну ладно, отправляемся дальше Так, и для того, чтобы принять участие в следующей 13 миссии Нам надо в 12 набить фрагментов Ну, знаете, друзья, я, наверное, за кадром этим займусь А потом, когда набью эти фрагменты Мы уже отправимся на выполнение следующей миссии Так, ну вот, друзья, готово Фрагменты я набил Просто не стал вас смущать повторением Одного и того же уровня И двигаемся дальше Так, 13 уровень Что-то тут прохладно Надо согреться О, бумажка Пойдет для разжигания костра Врешь? Рукописи не горят С керосином что хочешь загореться Зачем тебе бумага, если есть керосин? Это, чтобы усилить драматичность момента Вот же ж гадки Так, ну ладно, похоже, тут ребята хотят наши рукописи утащить Надо их как-то остановить Да, и вот сразу сходу у нас тут бегуны И опять, знаете, ситуация такая, как в прошлом уровне Ну, мы не можем сразу близко к спауну ставить клей и остальные пушки Ну, поэтому, наверное, вот здесь на отшибе молокомет улучшим Правда, он, ну, правый мост мало задевает Его, может, не хватит Надо, наверное, еще один молокомет ставить Ну, не знаю, сейчас посмотрим Давайте, наверное, здесь один клей поставим Ну, и если все пойдет хорошо, то мы сейчас Так, нет, давайте, наверное, все-таки вот здесь еще один молокомет Пускай они в два дула бьют, а то ребята тут прорываются Так, ну, вот теперь, наверное, все хорошо Вот клей только на левую сторону работает Ну, вообще, все пушки, они, у них приоритет на того врага, который больше путь прошел Так, еще на низу ставим тоже отсеивающий молокомет Который поможет, ну, так сказать, разгрузить наши пушки наверху Помогая уничтожить левый поток Единственное, что, друзья, ну, плохо, что у нас, как бы, уже три сооружения Которые бьют, и все из них прокачаны не на максимум, а помаленьку Надо уже копить молоко на прокачку за молокометов за 80 молока А то нам будет туго споры Так, давайте 70, 73 Ну, поднажмите, ребят, еще чуть-чуть Отлично, 81 у нас есть Так, можем прокачать, наверное, какой-нибудь молокомет Так, у нас ребята по воде еще поплыли Вот их тут вообще не хватало, и без них тут все и так у нас хорошо Ну, наверное, вот с этими, которые плавают по воде, отлично бы справлялись дротики Может быть, конечно, и нет Ну, у нас еще пока здание не готово, так бы мы посмотрели, что из себя этот дротик представляет Так, ребята, от нас уплывает первый Первый водяной, второй Они вообще на полных хитах, их даже, наверное, бить сейчас бесполезно Считай, что трата Вантуса в никуда Лучше бы наземных бил Но что самое интересное, смотрите Они, вот эти водяные, они уплывают Но они жизни у нас не отнимают У нас, наверное, отнимут жизнь только если кто-то из пришельцев унесет рукописи за край карты А на воде у нас рукописи нету, поэтому все отлично На этих водяных, наверное, можно даже не заморачиваться Нам главное остановить агрессию врага на земле Ну, единственное, что пушки, конечно же, тратят свой ресурс и на водных, и на наземных Блин, я хотел невидимку подловить мины, а ему не досталось Вот здесь, кстати, можно еще один молокомет поставить И он тогда будет только этих водных бить Потому что, ну, другие враги вне поля его зрения Так, у нас два невидимых бегуна Вот у нас клей один работает Не знаю, успеем мы Вроде успеваем Надо этот клей, да, прокачать сейчас, чтобы он подальше видел врагов И раньше останавливал бегунов А то они у нас как-то часто прорывают обороны А то они у нас как-то часто прорабатывал бегуна А то они у нас как-то часто прорабатывал бегуна Так, отлично и водяных задели, и те, кто по мосту бежал Ну, водяные, конечно, уходят, но, как я и говорил раньше, и пускай себе уходят Они же наши рукописи не уносят с собой Так, а между тем, друзья, это уже седьмая волна У нас тут что-то целая куча летунов организовалась Надо, наверное, наш клей поменять на вентиляторы Да, летунов тут целая куча Ну и слава богу, что у нас есть молокомет Он с летунами как-то получше, по-моему, чем подкова справляется Хотя, возможно, летуны в шлеме все-таки больше страдают от подкова мета Ну вот, по сути, я еще за этот уровень много тех, кто плавал по воде пропустил, да, мимо А ведь за каждого из них я мог, как минимум, добавочное молоко получить для застройки Блин, прорываются, неужели у рукописи утащат? Нет, нет, сдерживаем А тем временем это последняя волна и уже последние монстры Нам осталось только вот этого летуна убить Все, кто по воде плавают, они нам не страшны, они у нас жизни отнимут Последняя троица уходит Но могли бы ванту самому зарядить напоследок Ну ладно, нам вообще наплевать, мы в любом случае побеждаем Побеждаем, ну и готовы двигаться дальше Так, здесь нам опять нужны фрагменты сонета Опять придется просить у друзей Ну что ж, попросим Попрошу за кадром, чтобы опять же ни у кого не отвлекать внимания И вот теперь нам 14 уровень доступен Опять напросил целую кучу, получил целую кучу Так, и здесь у нас река по центру и две дорожки Не люблю две дорожки, когда, то есть надо делить все пушки поровну, чтобы на каждой дороге держать оборону Ну да ладно Отберю пришельцев, обрывки стихов Постараемся И, наконец, друзья, я хотел вам показать, что дротик у меня построился Ну Мы еще, наверное, посмотрим, как он себя ведет в бою, но начнем все-таки с молокомета Вот тут тоже такая ситуация Не совсем симметрично, да, у нас ветки на нижней ветке То есть можно сразу поставить пушку почти впритык к старту На верхней можно поставить подальше Ну, неравномерно распределены споты, поэтому нету какой-то уверенности, как лучше поступить Обычно я клей в самом начале ставлю, поэтому вот на нижней ветке я вот эту левую нижнюю точку забил Под клей, а вот наверху, куда клей ставить, ну даже не знаю Поживем, как говорится, увидим, может вообще никуда не ставить Так, отлично, прокачали низ за 80 Низ теперь должен чувствовать себя уверенно Не знаю, по идее, теперь надо вверх качать Но давайте еще, не знаю, давайте вообще от низа избавимся Поставим здесь еще клей на низу И вот теперь можно вплотную заняться верхом А про низ можно, наверное, какое-то время забыть Все вантусы и другие бонусы, соответственно, тратим наверх Может дротик поставить Он бьет наземных? Бьет, но бьет как-то безумно слабо Блин, друзья, у нас враги прорываются Нам надо вот сюда клей все-таки А вот здесь еще один, наверное, молокомет Ну что, справимся, успеем отбить нападение врага Ну вот я сейчас в скверной такой ситуации Что мне приходится даже вон шипы ставить под конец уже на одного врага Чтобы хоть как-то отбиться Надо было по-другому поступать Я думаю, здесь надо было как-то с самого начала более равномерно распределять силы А то у нас на низу все хорошо Хотя вот сейчас уже и не так, чтобы прям сильно хорошо А наверху все плохо Дротик вот вроде что-то бьет, но вроде слабо Ну, наверное, знаете, дротик, наверное, так же, как и снежок можно будет качать А он сейчас у нас, ну, так сказать, нулевого уровня Поэтому от него и толку, наверное, мало Может он, ну, по водяным он, кстати, неплохо бьет Наверное, у него повышенный урон по тем, по водоплавающим Блин, ну все равно враги прорываются Восемь жизней Семь жизней Чем дальше, тем хуже Еще один дротик ставлю Может он хоть кого-нибудь добивать будет Блин, ну плывают от меня Пять жизней всего осталось Мы такими темпами, похоже, и не пройдем этот уровень Сверху у нас вообще пушки слабые, да? Нанизу их две Но они хотя бы максимальной прокачки, ну, для меня А вот наверху вообще слабые, еще не прокаченные, надо копить Надо, по идее, подкову, потому что там одни тяжеловесы Блин, и еще новая волна Блин, ну это что, бегуны побежали Блин, ну это страшно, ребят Вы остановите его? Пока останавливают Но потом, когда их будет целая куча монстров и наверху, и нанизу И еще плюс эти бегуны Это вообще страшно Так, отлично, есть 80 молока Ну давайте, я не знаю, подкову все-таки прокачаю Пускай она отстреливает тех, кто доплывет И всяких тяжеловесов А потом уже Потом уже все-таки потратимся на ковбоя Да, вот она, наша подкова нас выручает Так, а здесь два бегуна и вполне могут убежать Не, не, останавливаем обоих Седьмая из восьми волн Теряем еще жизни Три жизни всего у нас остается И последняя волна Не, ребята, это напряженный момент Это сложный уровень Я уже не уверен, да? Я думаю, что следующий уровень Блин, Вантусов никуда потратил На уже издыхающего бегуна У меня уже, знаете, такое ощущение Что следующий уровень мы вполне можем проиграть С такими успехами Раз нам на этом уровне уже сложно И всего три жизни остается Ну, может быть, изначально выбрали неправильную тактику Вот, например, неправильная тактика Опять потратить Вантусов никуда Но это, знаете, это все от паники Что этот бегун все-таки доберется до финиша Вот, надо тратиться на предыдущего Так, ну вот и все Последние враги Ставим дополнительную пушку На добивание Качаем ее Хотя в этом уже нет Нет никакой Нет смысла Нету цели Так, отлично, друзья Еще одна победа Так, друзья Ну и чтобы продолжить нам ивент Мне нужно набрать фрагментов в бою А у меня совсем нет времени Мне уже пора бежать на работу А когда я с нее вернусь У нас и ивент закончится Так что на этом уже логично Можно закончить этот выпуск С вами был 1101 Если вам понравилось Подписывайтесь Ставьте лайки Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok